Видео журнал горячий мастер представляет защита сруба и дома из бруса от дождя Как по вашему чего не хватает на стене этого дома вот в том месте где стена переходит во фронтон фронтон сделан как всегда из какого-то обшивного материала сама стена выполнена из бруса и образовались вот такие вот пятна плесени на этой стене почему и отчего это происходит какие народные методы в строительстве упущены а может быть просто упрощены эти методы для экономии средств вот другой пример отличный сруб под крышей усыхает оседает но опять же не хватает чего-то такого на этой границе между фронтоном и стеной то мы можем найти на многих старых домах и на некоторых новых домах вот видите вот этот вот некий козырек называется фронтонный отлив а многие считают что это просто какое-то излишество архитектурное когда ваш сруб просто оседает усыхает то имеет смысл построить вот такой вот временный отлив хотя бы чтобы он работал пока вы не обошьете ваши стены чем-то если хотите и то же самое и с маленькими постройками типа бани надо это делать обязательно вот как в этом примере конечно если баня совсем маленькая и вот эти выпуски крыши довольно большие то в данном случае она конечно большой роли не играет а если вы построите вообще капитальные свесы со всех сторон крыши как вот в этом примере то тогда об этой проблеме можно даже и не думать ну а когда вы уже вашу постройку ну вдруг захотите чем-то обшить тогда этот элемент архитектурный и так сказать для пользы дела установлены уже будет не нужен мы вам предлагаем ссылку на видео в котором рассказываем как правильно выставить свои требования при заказе сруба чтобы вас не обманули и вы получили качественный сруб все ссылки которые мы рекомендуем вы можете найти в описании под этим видео поговорим более подробно о защите сруба и вот об этом элементе как фронтонный отлив значит перед нами дом с зашитым фронтоном и можно предполагать что вот эта вот вагонка на фронтоне она собирает на себе дождевую воду которая при косом дожде начинает стекать по этой вагонке и естественно начинает попадать на стены самого сруба и течет по вот этим бревнам и мы знаем что по бревнам просто бывает текут настоящие потоки но так как между бревнами уложен уплотнитель или рулонный или пакля истюков может быть мох или какого-либо другого материала то вот эта вот вода опускается по фронтону стекая по стене его ниже и ниже все больше промачивает уплотнитель как раз на нашем видео примере мы сможем заметить что именно с фронтона стекающие вот эти вот потоки воды по стене находят то место где и стены максимально видно уплотнитель в виде ленты из пакли и вода как раз в этой месте концентрируясь именно приводит к плесневению сруба то есть внутри между брусами уже плесень на сто процентов есть везде уважаемые зрители внимание на этом видео не заканчивается это только начало мы сейчас еще несколько примеров от сыревания сруба в других местах будем вам говорить ну а как вывод по первому вопросу нашего сегодняшнего фильма даже если ваш сруб просто установлен для того чтобы высыхать и оседать даже в этом случае вот этот фронтонный отлив строить надо обязательно или когда ваш сруб вроде бы как бы уже и высох но в результате того что в дождливые сезоны между бревнами или брусом в паклю затекала вода там уже появилась плесень и все споры плесени там присутствуют и при сезонном увеличении влажности в погоде и сам сруб также набирает потом влажность именно стена от атмосферы то вот эти споры плесени начинают просыпаться и тогда уже вы будете в доме чувствовать осенью и в начале зимы уже ярко выраженный запах плесени что очень вредно для здоровья еще одна важная причина от сыревания сруба и появления запаха плесени в доме именно дождь который либо от отмостки либо от неправильно устроенного фундамента отражаясь попадает на стены размачивает весь уплотнитель и все это может очень сильно плесневеть или в длинное дождевое лето осенью весной всегда когда с неба капает дождь большинство малограмотных строителей уже изначально закладывают эту проблему в новый дом и устанавливают вот такие вот отливы на выступающую часть фундамента и люди думают что они таким образом защитили свой фундамент и свой сруб от всех проблем на самом деле в этом и кроется самая ужасная ошибка и глупость строителей прорабов да и многих организаций которые занимаются этими работами вот такой вот формы выполнения работы не должно быть никакого вот такого вот карниза под вашим срубом не должно быть если вы видите вот это значит ваш сруб не соответствует размеру фундамента и таким образом просто скрываются разногласия между размерами фундамента и сруба который просто более-менее подошел на это место рассмотрим всю глупость этой ситуации как в школе на простом схематичном примере представьте что вот когда наградили вот это и это мы вам показываем в разрезе и саму стену из бруса и фундамент и вот этот самый отлив который сверху вам красивый такой положили еще спросили какой вы цвет предпочитаете и вот дождь идет обычный дождь как раз тот самый дождь который мы вам показывали как размокает стена в нижней части так вот капли они падают с неба это как говорится не секрет это все знают уже самого своего раннего детства вот эта капля она падает и отражается на множество брызг которые разлетаются в разные стороны вы подставьте лицо к отливу подоконника во время дождя и вроде капли на вас не попадают небо а отражаясь от этого отлива вам все лицо забрызгают как вот стена размокает вот именно от этих отраженных капель падающих с неба а отражаются они и вверх и в стороны и таким образом тоже это приводит потом к стеканию воды по самой стене из бруса или бревна и конечно эта вода попадает именно на фундамент который тоже размокает все вместе это плесневеет это приводит также к плесневению подпола и вот эти споры плесени также там остаются и вы будете дышать этой отравой всю свою жизнь только из-за этой глупости вся эта проблема описана именно для отлива у стены который стоит практически горизонтально но люди подумают так может поставить его немножко покруче но даже поставить если вот так покруче то все равно вся та же вода будет все равно отражаться на стену дома и только вот если поставить его уже вот так круто то тогда может быть ничего не будет отражаться от дождя на стены вашего дома но это уже уродство у нас конечно же есть правильные примеры когда сруб устанавливается на фундамент точно рассчитанный именно под этот сруб до самого последнего миллиметра как вы видите вот на этом фото но я вам скажу для средней полосы россии и для севера украины для казахстана норма высоты фундамента для подобных построек должна быть где-то 40 45 сантиметров высота фундамента до первого венца из бревна или из бруса то есть средний вот этот снеговый покров который за зиму немножко оседая становится потом сырым и влажным он уже не должен касаться самих бревен это раз и уже когда летом идут дожди то капли дождя при правильной установке срубана фундамент уже не попадают на эти бревна на этот брус а падают вдоль фундамента на отмостку даже они отражаясь от отмостки никак не попадут на ваши бревна или брус так как сам фундамент уже 40 сантиметров и все правильно если устроено тогда никакой плесени на стенах не будет но если вы строите свою баню или дом из того что было какой-то там фундамент от кого-то вам достался и сруб вам привезли более-менее подходит сказали то тогда уже происходит вот это вот укрывание всех вот этих нарушений строительных но и как мы видели что от отмостки отражаются эти капли что вот от этого отлива все также будет мокнуть и гнить а цвет вот этого отлива который вы выберете он никакой роли в данном случае не играет потому что все вместе это глупая и тупая ошибка уважаемые зрители мы сейчас перейдем к третьему вопросу пожалуйста не выключайте это видео потому что нас ждет еще очень ценное дополнение также по защите сруба мы предлагаем вам ссылку на видео в котором рассказываем как правильно построить теплые полы в бане давайте теперь рассмотрим еще раз фото в котором мы рассказали как правильно построен фронтонный отлив вот в этом доме но в этом доме тоже есть жуткая ошибка в этом доме не установлен отлив на окне и когда дождь идет именно на стекло на окно то полностью вода вся собирается внизу окна и если у вас нет вот этого отлива то вода вся до последней капли будет также течь по стене а если будет отлив установлен ширина у отлива на стенах из бруса и бревна должна быть шире на 7-8 сантиметров против обычных отливов и тогда вот этот отлив соберет всю вашу воду стекшую по стеклу и отведет ее подальше от стены и она уже не сможет питаться вот в этот уплотнитель в виде пакли или из чего вы там уплотняли ваш сруб так как все вот эти материалы они очень впитывают воду накапливать себе и очень с трудом ее отдают и получается что это намокает все как самая настоящая губка и так как эти материалы при сыревании тоже очень быстро разлагаются и гниют то это снижает свойства теплопроводности и вот в этом вот примере мы видим что вроде все красиво и стены красивые и окно красивые и вот это вот наличник на окне но нет самого главного что защитит уже сруб от воды стекающей по окну конечно если вы обшиваете свой дом каким-нибудь материалом то в таком случае и фронтонный отлив вам не нужен и даже отлив на подоконнике не нужен ничего не угрожает вся вода стекает куда вы ее направите но здесь также есть свои секреты кто-нибудь из вас задумывался а что если оторвать вот этот вот обшивной материал и посмотреть как поживает ваш сруб или дом из бруса ведь там люди применяют всякие новомодные материалы в виде разных мембран и всего прочего а вот вы посмотрите как это выглядит на самом деле это жуткая картина если у такого дома взяли и оторвали профнастил и что вы видите тогда это просто завернутые в этот какой-то несчастный полиэтилен который называют мембраной который стоит еще и денег немаленьких а дом на самом деле под этим дышащим материалом под паропрозрачным выглядит вот так вот жутко и защитив так сказать для себя ну вы так просто думаете ваш дом из прекрасного дерева завернув его всякое подобное и потом сверху покрыть его сайдингом либо каким-нибудь профилем еще чем-нибудь вы будете уверены что именно с вашим домом не произойдет вот это оно конечно не произойдет с вашим домом вот это если вы не будете жить в этом доме а если вы будете в нем жить то вся вот эта ерунда сразу начнется потому что вы прежде всего в этом доме надышите и вот то что вы надышали вылезет и останется между стеной из дерева и вот этими пленками уважаемые зрители все видео которые мы рекомендуем по очень близкой тематике ссылки на эти видео вы сможете найти в описании которые находятся под этим видео